Уважаемые зрители, перед просмотром этого видео обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк. Это помогает в работе канала. И также в скором времени я буду радовать вас крутым контентом. Я засниму тренировку с Артёмом Гришиным. И также на турнире АМС я засниму для вас очень много интервью и запишу этот звук на эту крутую петличку. И я планирую заснять для вас абсолютно все поединки в хорошем качестве. Так что следите за новостями и приятного вам просмотра. Привет, Артём. Привет, Алежан. Как твое здоровье? Здоровье все отлично, ничего не жалуемся. Алежан, как ты прошел в этот вид спорта, армрестлинг, и сколько лет ты уже занимаешься? Так, вот уже 15-й год пошел. В феврале я помню, в пятом классе еще учился. Пришел на секцию армрестлинга. Это было в 2008 году. Вот уже 15 лет прошло. И за эти 15 лет вы, ну, думаю, все знают насчет моих результатов. А вот там в комментариях писали по поводу гимнастики, что ты занимался до армрестлинга каким-то видом спорта. Это так или это нет? Я вообще первый раз пришел в армрестлинг, тогда я совсем был мал для этого вида спорта. И параллельно тогда я борьбой занимался. Ну, тоже там не серьезно, но ходил там, не знаю, пару месяцев походил, наверное, и после этого я прервал спорт. И заново вот с пятого класса я уже регулярно начал ходить. А есть ли у тебя в данный момент травма, которая тебя беспокоит? Насчет травм. У меня большая травма была в правом локтевом суставе, где-то в 2010 году что ли было. И после этого она не заживает и каждый раз дает себе знать. Ну, я пробовал тренироваться, выступать на правой руке. Ну, все через силу дается. Там колоссальная тренировка нужна. Все, ну, витамины принимать надо его, лечить, обезваливать. И так я занимался в 2018 году. Очень тяжело было, но я на чемпионате мира среди взрослых был вторым. На правой руке. Это, я считаю, очень лучшим результатом на правой руке. Вот так вот. А насчет травмы. Сейчас тот раз, я когда спидрэнгом бросил на East West, я тогда себе чуть-чуть травмировал к плечу и покрую себя склон здесь на левой руке. Сейчас вроде залечивается, не знаю. Я пока еще не боролся, не спориговался ни с кем. Посмотрим, может быть, я думаю, уже зажила она. А возможно ли такое, что мы тебя сможем увидеть в будущем на армфайте на правой руке? Если она будет себя хорошо вести или... Я думаю, что для этого для меня нужно много времени, чтобы залечить его. Ну, в то же время и чтобы она спрогрессировала в силе. Ну, она у меня не такая уж и слабая рука. Ну, допустим, если я сейчас буду выступать в категории где-то в 100 килограмм, оно у меня примерно на 85-90 килограмм примерно тянет на троечку, да, к примеру. А чтобы его спрогрессировать, надо много времени. Сами понимаете, сейчас работа, дом, хозяйство получается. Вот это вот все много времени отнимает у меня. А если бы я вот цель направленно поставил бы себе цель, почему бы и нет, почему бы и не выступать на правой руке? Ну, в принципе, сейчас мне и на левую хватает сейчас. А какая твоя рука была сильная, сильнее изначально? Правая или левая? Я сам правша. Соответственно, у меня правая рука была сильная. По своей ошибке я его травмировал. Районные соревнования проходили. Я там неразмятый вышел. И за счет этого случилось вверх локтевого сустава и оторвалось, что ли, там, связки. И вот так вот я его травмировал. Так что перед любой схваткой нужно разминать руки, делать разминать. Тщательное надо разминать. Если не будет разминать, то можно травмироваться. Это для меня был большой урок. С кем бы ты хотел побороться? Топ-3 соперника на левой руке. Ну, если честно, у меня такого прям желания со всеми... Просто у нас сейчас много же топовых спортсменов. Я их даже и не могу отнести на топ-3. Там топ-10, наверное, всяких. Так что сейчас... В будущем я сейчас не хочу озвучивать топ-3, там, это самое. Но вы будете наблюдать за мной. Вы скоро увидите, что я вот двигаюсь в этом направлении. Понимаете? Что именно на левой руке я хочу раз за разом пробовать с топами. Именно с топами по левой руке. И сейчас, получается, я в категории 105 килограмм уже выступил на ИСТ-20. И соперники, по словам Янгина, отказываются брать соглашения со мной. И получилась такая ситуация, что нету соперников, которые хотели бы в этой 95 категории, 105, ну, выступить. И, получается, уже такие весовые категории пошли вот свыше. Ну, там, Коди мерит сейчас 160 килограммов, если так кажется. И мне сейчас приходится на данный момент бороться с такими тяжеловесами. Потому что... Потому что Ингин говорит, что если я сейчас не приму вот эти вот, скажите, вызовы, то я могу... Ну, тогда у меня бой на май месяц не будет тогда вот на более поздний срок, там, допустим, на августе, что ли, на такие месяцы. И мы пришли к тому, что хотим позвать Коди мерита. И вроде бы Коди мерит согласился. И все, у нас, ну, все вот эти вот самые моменты, все произошли. И все, Коди мерит согласился. И на май месяц, 6 мая, ИС-27, мы будем с ним проводить армфайт. А планируешь ли ты выступать на чемпионате мира? Как я знаю, у вас в Казахстане будет проводиться чемпионат мира. Да, я планирую выступать. У нас будет в июне месяца отбор на чемпионат мира. С весом еще не определился. Но начал подготовку, ну, параллельно с весом. То есть у нас через месяц, получается, будет чемпионат Казахстана. Отбор на чемпионат мира. И в любом случае мне надо выступить на данном чемпионате. Потому что она будет проходить здесь, у нас в Казахстане. Я думаю, считаю, должным выступить на данном соревновании. Какие ты чаще всего делаешь упражнения для армрейстлинга? И какие силовые показатели в этих упражнениях? Люблю работать на бицепс с кривым грифом, получается, сидя, либо стоя, без разницы. Раньше делал густеньки, когда я тренировался в Астане. Ну, там у нас специальный уголок, мы все подготовлены, там мы работали. Сейчас, как густкоман переехал, густкомногорский точнее, у нас такой густеньки, угла нету. И как-то забылось, и перестал делать. Тогда я густеньки в Астане, сколько у меня, 90, ну, около 90 килограммов. Ну, может, и грязно было, я не знаю, но старался не оторвать спину, попу там. И первое это упражнение. И работа на блоке. Работа на блоке, думаю, все знают, как работать. Это имитация борьбы. И самое главное, канат, лазить на канат. Ну, я сейчас вес набрал, мне сейчас тяжело дается, вот, недавно попробовал залазить. Но всем бы посоветовал, потому что вот лазение на канат, вот это вот, очень отличное упражнение для армористов. А какой у тебя на данный момент вес, и планируешь ли ты набирать еще? Вес, я вот, два года, как уже женат, должен быть получаться. Сколько весил? 95, 90, вот так вот у меня варьировалось, где-то вот, 93-95 примерно было. Потом карантин, сами знаете, вы вообще не вылазили, вот, то самое. Потом, раз я женился, через два-три месяца я уже набрал, вторник уже весил. И потом, потом у меня вес начал падать, там, и уже нормализовалось, и где-то 95-96 я ходил. И вот недавно заново я вот обжираться начал, и самые тренировки тоже много не тренировался, и из-за этого у меня опять снова пошел вес. Вот недавно взвешивался, в инстаграме, может быть, видели, 102 килограмма весил. Ну, 102-103 сейчас стабильно вешу. Но тоже жирок есть, но сейчас хочу сжечь. Мне, если честно, некомфортно в этом весе. Из-за этого хочу чуть-чуть сбросить, килограммов 5, думаю, сброшу. И, вроде, я не планирую сейчас набирать вес, мне это незачем. А сильно изменилась ли твоя скорость при наборе веса? Ну, вот, стартовое движение. Тоже сказывается, но потеря моей скорости заключается не в этом. Получается, потеря получается из-за отсутствия соревнований. Видите ж, это все сказалось из-за ковида, там, карантина. Получается, мы сколько лет не занимались даже. Я, оказывается, два года практически не занимался спортом. Я просто вот кайфовал, отдыхал. Я просто от этого, я уже... Вот, 15 лет как вот занимаюсь. Из них я полтора-два года чисто. Ну, я ходил так, занимался, но интенсивных тренировок у меня не было. Я вот... Интенсивных нагрузок, вот от всего я отдохнул, получается. Два года вот просто в кайф. Все, отлично. Отдохнул. И после, когда хотел зайти, вот этот вот процесс тренировок, вот очень тяжело оказывается. Когда ты вот чуть-чуть забросил тренировку и туда в колью зайти, и я до сих пор не могу в эту колью зайти, понимаете? Раньше, как я занимался, какие веса поднимал, толкал, вот к этим результатам я пока еще не дошел. Я примерно сейчас пожел примерно 85% того пика, который я был. И из-за этого и отказалась на этом моя скорость и вот эти вот силовые показатели. Но, конечно, его сразу не набрать. Но я потихонечку иду, иду к этому, и хочу дойти до моего пика и еще прогресс сделать еще больше. Чем ты занимаешься в свободное время от армрестлинга? Может быть, отдыхаешь как-нибудь? В свободное время, как таково сейчас не бывает, в свободное время я люблю уезжать на природу, готовить люблю. Ну, для себя мне это вот нравится. Природу очень, очень даже люблю. Люблю путешествовать, вот съездить куда-нибудь в другие города, если возможно, есть в другие страны. И вот так вот для себя проводить время, отдыхать, побыть с близкими, допустим. Ну и работать, думать. Вот так вот. Я в твоем инстаграме видел, что ты ходишь на рыбалку. И вопрос такой. Какую самую большую рыбу ты ловил за свою жизнь? Я помню, это где-то было, что ли. Я сам на берегу озера рос. Зайсан называется. Восточном Казахстане. Ну, с детства я до 11-го класса в этой деревне ручь. И рыбалка, знаете, для нас, для некоторых же это стресс снимает, там что-то отдых. А для нас промысел это был как бы должное. Если кто-то не рыбачит, это у нас такое не принималось. Ну, мы раньше часто ходили, рыбачили на удочку там. А сейчас, как мы уехали оттуда, я переехал, получается, сейчас уже охота вот к этому. Идти вот порбачить, посидеть, поотрещать с друзьями, да, к примеру. Пухло сварить там же. И свежие рыбы. Ну, мы нет-нет, ездим, у нас большие рыбы. И, не знаю, килограммов 8 или 10 где-то, я щуку ловил огромную. Больше нет. А так и есть, которые у нас больше ловили. А так мне сам процесс нравится. Съездить, посидеть там, рыбку половить там. Отдых, в общем. Культура-мультура. Почему казахстанская школа такая сильная в армрестлинге? Вот как ты считаешь, в чем ваш секрет? Секрет в кумысе. Или молоко. Отмер, когда с Олежану посчитали, мы выпили с ним о косах. Вдвоем 120 литров кумыса. За все лето и за подготовку в чемпионат мира. 120 литров. Это ежедневно мы пили, где-то по 2-3 литра ежедневно. То есть то, что нужно для армрестлинга? Точно, вот это точно. После нагрузок это обязательно. Не знаю, может быть, за счет клуба Шардары у нас сейчас сильный клуб. Деревь не одна, получается, не есть. Сколько там, 500 человек, да, занимается? По-моему, больше даже. Да, может быть и больше, да. У нас одна есть мотивация у казахов, что маленькие хотят равняться старшим. И это одна из мотиваций. Ну, из основных, я думаю. Потому что старшие ребята ездят. Даже наши казахи, даже из деревень, которые именно не городские, а именно из деревень, у них мотивация бешеная. Ездят куда-то на другие города, страны. И ради этого что остается? Либо ты должен быть сыном бизнесмена, либо ты должен сам делать что-то, да, допустим. Ну, уже никто, не каждый может ездить за границу, там, побывать за границей. Из-за этого тоже одна из мотиваций, что надо пахать, надо добиваться саму, и, ну, тебя могут повезти туда, если ты сильный, конечно. И вот такая вот мотивация среди нас, среди детей тоже. Я в детстве, когда пришел, мне казалось, что это невозможно. И мы равнялись на тех, кто вот выигрывал наши старшокеи, которые вот в городе, которые тренировались. Мы хотели на них равняться. Вот они ездили там на соревнования, какие-то места занимали, чемпионами мира становились. А нам казалось, что вот это вот, знаете, недосягаемо как бы. И раз за разом, через сколько я пришел, в 13-м году только чемпионат Казахстана выиграл, и выиграл лицензию на чемпионат мира. Это, считайте, через 5-6 лет только. Через 6 лет тренировок я только попал на чемпионат мира. Многие, которые с нами начинали, они вообще сразу с полдороги уходили. Когда я занимался в пятом классе, у нас в зале где-то, не знаю, штук 25, наверное, 30 ребят занимались. И в конце, когда я вот 11-й класс закончил, даже 10-й, я в 10-м году на чемпионат мира поехал. Тогда я один из мальчиков занимался. И со мной была одна девушка, которая занималась. И, ну, там 2-3 девушек было, но одна, которая мы с ней на чемпионат мира поехали. Одна девушка, один мальчик. Прикиньте, вот, через столько лет вообще никто и не остался. Так что упорство, желание, принципы побуждают победу. Да? Вопрос. Понял. Спасибо большое, что уделил время, пообщались, ответил на вопросы. Пожалуйста. Было приятно с вами пообщаться. Будьте сильными. И удачи. И процветания вашему каналу. Спасибо большое. Друзья, понравилось ли вам интервью? Пишите комментарии под видео. И вы многие писали, чтобы я заснял интервью с Дмитрием Трубиным, но, к сожалению, он не выходит на связь. А насчет Алексея Воеводы, к сожалению, он мне отказал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова